Что такое КВН? Конечно, клуб веселых и находчивых ответят многие, но для некоторых ребят КВН это дело жизни, например, для Евгения Колпачикова и Тараса Сюткина, для которых любовь к КВН осталась еще с подросткового возраста, когда ребята выступали за свои школьные команды. На сегодняшний день они основные организаторы КВН игры в нашем городе. Без чувства юмора нельзя вообще смотреть, мне кажется, в современном мире на какие-то вещи, потому что очень грустно бы жилось, наверное. Чувство юмора, оно помогает вообще, знаете, иногда, конечно, оно может быть немножко излишним, но нужно знать меру. Лично моя деятельность КВН началась с 2006 года, когда я учился в школе. Сам хотел играть в КВН, любил эту игру с детства, смотрел КВН по телевизору. Ну и так, жизненные обстоятельства сложились, что к нам в школу пришли КВНчики, ребята молодые, выпускники нашей школы, и сказали, что мы будем готовить команду школьную КВН. Я загорелся желанием, стал играть, стал капитаном школьной команды. Вот, три игры сыграл за школу, мне это очень сильно понравилось, буря эмоций я получил, все-таки был молод. В общем, если шутка смешная, неважно, какая публика, как настроены на команду, если шутка смешная, зрители будут смеяться в любом случае. Мне кажется, у нас смешно. Тарас и Женя также продолжают играть в своей КВН-команде под названием «Нефтик». За их плечами небольшой, но достойный опыт участия в КВН-ыграх на высоком уровне. Среди них участие в КВН-фестивале в городе Сочи. Я начал играть в КВН в 10-й школе, когда учился, и был капитаном школьной команды. И однажды, когда был школьный КВН, мы пришли, я не помню, куда, в лицей, по-моему, и там был капитан у 4-й школы, он носатенький парень такой был. А, в ЦТДЮ была игра, да. И там был капитан 4-й школы, и сразу же он мне не понравился, и я ему не понравился, как узналось далее. Мы участвовали в капитанском конкурсе друг против друга. И как-то, не знаю, так сложилось в дальнейшем, что два капитана, которые ненавидели друг друга, потом встретились вместе, создали команду, создали свою лигу, и играют еще и теперь за сборную города Уфы вместе, за главный республиканский проект. Мы начали побеждать, мы начали ездить на фестивали в Сочи, вот. И в этом году мы дошли до финала региональной лиги Уфа, где стали вице-чемпионами, и Александр Александрович Масляков, который был ведущим этой игры, сказал, что мы довольно-таки милая команда. Вот. И мы считаем, что... Ну, не считаем, хотим, наверное, чтобы, может быть, нас услышали. Мы... Вот эта вот довольно-таки милая команда «Нефтик» в первом сезоне, это в прошлом году, сама выиграла весь сезон, прошла... Выиграла путевку себе в Сочи, съездила на фестиваль, доказала, представила честь города довольно-таки в ярком цвете. Раньше, если сравнивать с КВНом, когда я еще сам играл в «Нефтикамске», было больше гораздо команд, потому что КВН в «Нефтикамске» много лет развивался. Но с 2009 года КВН перестал функционировать в городе, и было, ну, действительно, затишье. Многие команды распались, потому что не было возможности принимать участие в «Нефтикамске», не было ни лиги, никаких игр не было. Вот. Потом уже мы сами позапрошлым году начали как-то реанимировать КВН «Нефтикамске». И на каком уровне сейчас «Нефтикамске» КВН? Ну, можно сказать, на начальном этапе. КВН развивается, он возрождается, и, я думаю, еще пару лет, и у нас в «Нефтикамске» появится несколько команд, которые могут достойно представлять честь нашего города на уровне республики. Для того, чтобы после очередной КВН-игры каждый зритель вышел за вас с отличным настроением и вдоволь засмеявшимся, Тарас и Женя прилагают для этого достаточное усилие, ведь они являются еще и редакторами КВН-игр в «Нефтикамске». Бывают трудности, но благодаря большому интересу клуба веселых и находчивых все проблемы становятся едва заметными. С точки зрения зрителей, наверное, любой зритель подумает, что КВН организовать очень легко и просто. Позвал команду, команда пришла, выступила, все посмеялись, все очень замечательно. На самом деле много трудностей возникает по ходу подготовки игры, как организаторских, так и творческих. Ведь нужно еще и команде тоже помочь. Команды молодые, поэтому всеми силами мы пытаемся команды поддерживать, где-то, может быть, даже и дописать что-то. Ну, в общем, сложно это дело. КВН не только играть, а КВН создавать, КВН продвигать. На самом деле нельзя сказать, что мы тратим только свои средства. Нам помогал на некоторых играх в этом году, помогал город частично. Вот, частично. Знаете, я думаю, что тяжело сказать, что в КВН можно заработать деньги. Например, все деньги, которые мы зарабатывали в нашей лиге в этом году с Женей, мы тратили на нашу команду, чтобы она съездила, чтобы у нее было необходимое там условие создать для ребят, чтобы все готовились, чтобы всем нравилось играть в команде. Вот, поэтому рано пока думать о том, что на КВН можно зарабатывать. Всегда все познается в сравнении. И я думаю, что если сравнивать наш КВН города Нефтекамска с развитием КВН в других городах нашей республики, то думаю, что мы находимся в тройке сильнейших городов Башкирии, в которых развивается либо развит КВН. Ну, это, естественно, Уфа, город, столица. Ну, и это логично, что там КВН развит намного лучше. И я думаю, что еще хорошим примером для нас служит город Стилитамак, от которого мы тоже учимся чему-то, получаем какие-то навыки, уроки, как развивать КВН. Ну, и на третьем месте я считаю, что гордо идет наш город в развитии КВН. Конечно, если мы еще являемся неофициальной лигой КВН в России, то значит, нам есть к чему стремиться, и мы будем это делать, добиваться. Я думаю, что в ближайшие пять лет наша лига будет какой-нибудь официальной, может быть региональной, а может быть межрегиональной. А, глядишь, и первую лигу привезем к нам в город. КВН – это скорее образ жизни, и если ученики начинают в него играть, они должны настроить себя на то, что они веселые и находчивые, а также на то, что в клуб входят союзники, а не недруги. Следовательно, их соперники – это не первые враги, которых необходимо во что бы то ни стало победить, а друзья и товарищи, которые встретились, чтобы просто вместе посмеяться. С прошлого года образовалась команда КВН. Мы заявились в Высшую Фимскую лигу, и за один сезон мы стали ее чемпионами, получили путевку в Сочи, хорошо выступили на сочинском фестивале, а в этом году у нас состав стал больше, в команде добавилось еще двое участников, точнее, один участник и одна участница. И в этом году мы принимали участие в региональной лиге города Уфы. Дошли до финала и заняли в итоге второе почетное место, мы стали вице-чемпионами региональной лиги города Уфы. И надеемся, в этом году город нас поддержит, и мы все-таки сможем принять участие на сочинском фестивале. Команда КВН была создана в лиге, которой сейчас уже нету. Сыграли там две игры, полуфинал и финал. Ну, довольно удачно. Уфимской лиги, да? Да, уфимской лиги. Мы там ничего не выиграли, но игры были удачные. Уже тогда мы понимали, чувствовали, что именно с этим составом нужно развиваться, именно здесь все правильно мыслят и в ту степь. И на следующий год мы заявились в другую уфимскую лигу. И сразу же, начиная с фестиваля, мы выиграли тот фестиваль, и у нас как-то вот пошло все по нарастающим, по нарастающим. Весь сезон мы продержались на первых местах. И в финале мы прям, я помню такие моменты, когда мы ходили на редактуру финала в высшей уфимской лиге, и все другие команды на нас вот так вот с опаской. Ох ты, нефтик приехал, все. Ну и я думаю, что уже тогда все понимали, что мы станем чемпионами. Мы потому что действительно старались в тот сезон. Настрой был серьезный. Тем более, что подарком была поездка в Сочи. Вот. И в Сочи, как оказалось, мы не подвели ни наш город, ни республику. То есть мы получили там повышенный рейтинг, и многие редакторы, уже серьезные редакторы, которые редактируют большой КВН, отметили нашу команду. Между прочим, там получить повышенный рейтинг. И если говорить правду, то еще ни одна команда в Митиканске так успешно на Сочинском фестивале не выступала. А их было всего лишь две за всю историю КВН. Бывает, бесим друг друга. То есть, ну это нормальное явление. Жить в одной квартире на протяжении двух недель без каких-то перепалок невозможно. Потому что мы плотно друг с другом работаем, без этого никак. Мы хотим пожелать телезрителям всегда хорошего настроения. Почаще улыбайтесь. И если вдруг к вам подходит человек и начинает что-то шутить, не обязательно кричать на него, говорить, что что за придурок. Если не смешно, скажите, да, не смешно. Если смешно, посмейтесь, повеселитесь, ответьте ему. Если вдруг стало грустно вам жить, приходите на финал Лиги КВН. Посмейтесь вместе. Ладно.